Добрый вечер, дорогие друзья! 19.13 московское время, с некоторым запозданием мы выходим в прямой эфир. Сейчас важно подтверждение, видно и слышно ли меня, идет ли трансляция. Случился, к сожалению, технический сбой и с передающими устройствами. И сейчас первый вопрос, видно и слышно ли меня, а еще видно ли Игоря Борисовича Хенкина, вот прямо надо мной. Посмотрите внимательно и сейчас я жду вашего какого-то сообщения. Видно, отлично, классно, ну вот, все, хорошо, да, видно и слышно, отлично, ну вот, жизнь удалась, beautiful life. Итак, коротко и ясно, раз уж такой сбой, сами знаете, что я очень точный человек, ну случилось, значит случилось. Сегодня очень важный гость для меня и я скажу почему, да вы знаете почему на самом деле, вот, потому что я сам уже 20 лет подряд играю в защите Каракан. Вариант с кодом C5 третьим, его популяризирую и всегда называю его вариантом Хенкина. И вот тот самый Хенкин, не кто-нибудь сейчас как раз у нас в гостях. И именно Игорь Борисович, международный гроссмейстер, и расскажет в течение первого часа, покажет две партии, расскажет какие-то некоторые подробности этого варианта. Ну разумеется, свой фирменный вариант. Я именно для этого, конечно, в первую очередь его и пригласил. Но, но, хочу сказать еще, что несколько дней последних мы с ним много общались и он и рассказчик великолепный, много всего мне рассказывал невероятных историй. И поэтому, я думаю, сегодня что-то он, конечно, обязательно нам интересное расскажет. Ну, Игорь Борисович Хенкин, он международный гроссмейстер. Мы с ним по касательной были знакомы, ну, черт знает когда еще, в 1986 году поступали вместе в институт Гацалиевка, Московский институт физкультуры на шахматное отделение. Ну, с той разницей, что Игорь тогда был мастером спорта СССР уже и поступил без всяких проблем, а я, к сожалению, срезался, да, и поехал, уехал поступать в Челябинск. Вот так случилось. Но, тем не менее, могли вот тот момент и поступить, может быть, даже вместе поучились на одном курсе. Итак, Игорь Борисович Хенкин, он первую половину из своих прожитых лет прожил в Новороссии, а вторую половину живет в Германии. Про Германию тоже наверняка он что-то расскажет. Вы можете уже в чате задавать свои вопросы, любые, касающиеся шахмат-шахматистов, каких-то, то, что вас интересует. И во втором часе мы обязательно, ну, мы, это громко сказано, Игорь Борисович, расскажет вам о том, ну, ответит на ваши вопросы. Это будет важно. Теперь, у Игоря Борисовича Хенкина есть множество достижений. Я думаю, и сам он что-то, наверное, расскажет. Ну, скажем, он был чемпионом России, тогда РСФСР, наверное, да, еще было? Да, РСФСР. Да, среди юношей до 16 лет. Значит, и, ну, победителя огромного количества международных турниров. Помимо этого, он участвовал во многих гроссмейстерских школах, включая школы Дворецкого. Ну, он тоже об этом все расскажет. У него есть свой сайт. Этот сайт на двух языках, один из них русский. И этот сайт будет дан в чате, он сейчас уже чат-ботом идет. В описании под этим видео вы сможете и электронную почту отдельно, отдельно, чтобы написать Игорю Хенкину с целью стать учеником. Он берет учеников, так что те, кто, кому понравится, может быть, да, кто захочет стать его учеником, пожалуйста, пишите. Кому-то из вас точно повезет. Я-то это уже знаю. Теперь, ну, и давайте, Игорь Борисович, как говорил кто-то из знаменитых людей, самое трудное в жизни заткнуться. Я вот заткнулся. Пожалуйста, ваше время, поприветствуйте зрителей и можете рассказывать все, что хотите. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я первый раз выступаю в качестве гостя прямого эфира. Мне будет очень интересно с вами пообщаться. Значит, я международный красмейстер с 1992 года, довольно давно. Ну, в молодости подавал некоторые надежды. В 10 лет меня пригласили в школу Петросяна, Тигран Бортановича. И у него был, как бы, такой обычай. Он самого молодого ученика всегда звал по имя-отчеству. И я оказался самым молодым, и меня называли с 10 лет Игорем Борисовичем. Но через год в школе появился Боря Гельфанта. Он у меня младше на 3 месяца. И я, соответственно, стал просто Игорем, а он стал Борисом Амбрамовичем. В 13 лет мне удалось поделить первое место с известным нынешним гроссмейстером Алексеем Дреевым в чемпионате российской РСФСР. Но по дополнительным показателям у меня они оказались выше. Также я стал чемпионом Владимирской области, где я жил до 14 лет, среди мужчин, будучи единственным перворазрядником. Я занимался в школах Петросяна, потом школы Смыслова. В школе Петросяна со мной работал известный тренер-методист Александр Никитин, который тоже стал тогда заниматься главным его учеником, как все вы знаете, стал Гарри Кимович Каспаров. И мне даже один раз посчастливилось в возрасте 13 лет, когда я стал чемпионом в Российской Федерации. Александр Сергеевич организовал наши совместные занятия в Центральном шахматном клубе. И я целый день занимался будущим великим чемпионом, и он, конечно, потряс мое шахматное воображение. И я запомнил этот день на всю жизнь. В дальнейшем я поступил на Силу физкультуры, будучи мастером спорта СССР. Закончил его, выполнил быстро межуродного мастера, и в 1992 году выполнил все красмейстерские нормативы. Я победитель множества межуродных турниров. Например, 7 раз выигрывал крупный турнир в Женеве. Дважды побеждал на крупнейшем польском опене в Кошалине, опередив 40 красмейстеров, выигрывал турниры в Санто-Доминго, впереди шорта с Нидлером и Накамурой. Но вы можете прочесть мою краткую биографию на моем шахматном сайте. Также я с удовольствием продвигаю в жизни какие-то свои особенные дебютные продолжения, которые мне нравятся. Вот сегодня покажу вам две свои партии из вариантов Каракань Е5-Ц5. Ну, все-таки называть его моим именем, я думаю, несколько преждевременно. Так играл еще патриарх советский шахмат Михаил Васильевич Ботвинник. И я этот ход, конечно, подсмотрел в его партиях. Но, как бы, доработал, и большая теория в этом варианте. После меня стали играть ведущие мировые шахматисты-грассмейстеры, такие как Виша Анант, Шатриар Мамедьяров. В общем, под С5 пользуется заслуженной популярностью. Ну, давайте начнем. Значит, Е4, С6, Д4, Д5, Е5, С5. Значит, идея хода С5 по сравнению с главным ходом слона Ф5 в том, что на Ф5 белопольный слон расположен не лучшим образом. его место на клетке Ж4. Поэтому черные пытаются осуществить подрыв, типичный подрыв для каракана французских построений, С6, С5, сразу. Идея этого хода проявляется, например, в варианте, если белые сыграют шаблон на С2, С3, что не является, конечно, главным положением. Черные пойдут, Конь С6. И на Конь Ф3 вдруг неожиданно слон с С8, который не запер, выходит на Ж4. И получается улучшенная версия французской защиты. Слон Е2, Е7, Е6. Рокировка. Ну, здесь есть разные продолжения. Есть вот Конь Е7. Есть даже вот такой вот СД, СД и, например, ФБ6. И белые уже должны жертвовать пешку Б2, грозить слон бьет Ф3, слон бьет Ф3, ферзь бьет Д4. И единственный ход, защищающий пешку Д4. Слон Е3, ферзь бьет Б2, Конь БД2. Белые вынужденно пожертвовали пешку за некоторую инициативу, грозить ладья Б1, бьет Б7. Черные должны здесь аккуратно обороняться. Так могли бы развиваться, могли бы развивались мои другие партии, которые мы сегодня не будем разбирать. Но, в общем, ход С23 дает черным свободную игру. И поэтому единственный недостаток выпада С6, С5 в том, что белые могут сразу побить эту пешку. И тут у черных сразу возникает дилемма. В начале, как бы, что называется, славных дел, когда я начинал играть этот вариант, я ходил почти всегда Конь Б8, С6. Ну, проиграл несколько обидных партий, в том числе Петру Свидлеру. И в какой-то момент я решил, что не стоит торопиться с ходом Конь С6. В некоторых вариантах Конь СБ8 удачнее расположен на клетке Д7. Там он одновременно атакует две пешки, С5 и Е5. Поэтому я стал играть Е6 сразу. Здесь у белых тоже много продолжений. Раньше главным ходом был слон С1-К3, защищающий пешку С5. Но с некоторых времен в практику вошел ход Александра Морозевича. А2-А3. Он первым применил это продолжение. С идеей просто отдать пешку на С5, но использовать изъяны, используя так называемую недоразвитой слона С8, чтобы в будущем, например, напасть на слона ходом Б4, слона развить на Б2, либо потревожить королевский фланг черных ходом Ферджи Ч4. Но вот ход А2-А3 был применен со мной во второй партии, которую мы сегодня будем разбирать. Но сначала я покажу, почему на вид логичное продолжение слон Е3 сейчас практически вышло из моды. Тоже один из моих фирменов приемов. Конь устремляется на С5. Если белый пробьет на С6, то эта порча пешной структуры совсем не страшна для черных, потому что у белых нет чернопольного слона, и белым нечем защищать слабые пешки С5, Е5, а в будущем и Б2. Поэтому на ход конь А6 он ответил С3, конь Д7. Вот видите, конь идет не на С6, а именно на Д7. Двойной удар на пешке С5 и Е5. Единственная защита слон Б5. Теперь конь Ф5, слон Д4. Теперь есть такое побочное продолжение, но оно ничего не дает, а именно С5, С6, Б5, С6, Б7, С6, слон БЦ6, ладья Б8. И висит слон на Е3, и под боем пешка Б2. И осложнения складываются к выгоде черного. Поэтому белые сыграли слон Д4, логичный ход. И вот теперь тоже ключевой замысел черных, А7, А6. Черный тревожит слона. Теперь у белых два хода. Можно отступить слон А4, и можно пробить на Д7. Партии белые пробили на Д7. В случае хода слона А4, черный просто закончит развитие. Слон Е7. По-прежнему не опасно С6, БЦ, слон БЦ6, и за ладья Б8. Висит пешка Б2, и у белых сильно отставание в развитии. Слон Е7. Значит, белый обычно играет конь Ф3. Короткая рокировка. Теперь уже висит пешка. Б4. И вот тут сказывается идея хода А7, А6. Черный заманили белого слона на А4. И после А5 у белых серьезные проблемы. Например, если белый рокирует. То есть рокировать вообще нельзя. По тактической причине. А, Б. И теперь белые должны бить уже на Д7. Потому что если С, Б, извините, то следует комбьют Д4. Нельзя бить ферзем, висит слон. В этом разница. А если комбьют Д4, то естественно комбьют Е5. Поэтому в одной из моих партий на размен на Б4 белый сначала побили на Д7. слон Д7, слон бьют Д7. С, Б. Но здесь очень сильный подрыв Б7, Б6. Типичный для подобной структуры. И у белых большие проблемы. То есть их позиция рассыпается как карточный домик. На С, Б следует слон Б5. Ладья Е1. Теперь слон идет Б4. И пешка Б6 тоже теряется. И у черных появляется защищенная проходная на Д5 в центре. А пешка А никуда не идет. Как известно, пешка А может быть опасна только в пежечном меншпиле. А при всех фигурах, особенно при тяжелых фигурах, пешка А скорее является слабостью, чем сильной. То есть этот вариант переводит, как ни странно, к перевесу черных. Соперник так глубоко, я думаю, не знал. Он решил не тратить время и просто побил на Д7. Слон бьет Д7, слон бьет Д7. Конь Ф3. И вот здесь очень важный прием, который я знал до партии. Потому что за доской найти его возможно, но не так просто. Конь бьет Д4. С виду этот ход выглядит ужасным. Белые могут сейчас соединить пешки. Но если белые пробьют на Д4 пешкой С, то следует опять же типичный подрыв. Б6. С, Б. Ферзь бьет Б6. И здесь чуть ли не единственным ходом является ферзь Б3. Потому что, например, ход Ферзь Д2 почти проигрывает из-за хода ладья Б8. И пешку Б2 защищать просто нечем. Потому что ход Б3 проигрывает целую фигуру. Из-за слом Б4. Конь С3. Ладья Ц8. Ладья Ц1. Ладья Ц1 и ферзь А5. И Берия на связке теряет коня. Поэтому в одной из моих партий было ферзь Б3. Я взял. АБ. Слон Е7. Рокировка. Рокировка. Ну, здесь возникла стадия шахтной партии, которую я очень люблю. Эншпиль. Я с ним много занимался с великим тренером Марком Израильчим-Говорецким. К сожалению, на непокойном. И на ладья Ц1 у черных находится ход очень сильный, не ладья ФЦ8, шаблонный. Тут нужно сохранить все фигуры на доске. Поэтому намного сильнее ход ладья А7. Потому что для второй ладьи пригодится линия Б. И у черных полноправная игра. Даже черные могут претендовать на перевес. Ну, и в дальнейшем эту партию я выиграл. В партии же мой соперник побил на Д4 ферзь. Было ладья Ц8. Б4. Б6. Вот в этом соль замысла. То есть черные разбивают, казалось бы, сильный пешечный центр белых. И здесь мой соперник надолго задумался и не побил на Б6. Конечно, он обязан был принять вызов и побить. Но тогда последовав был ладья Ц4. Ферзь Д1, логичный. Шах. Белые лишаются регировки. Король Ф1. Слон Б5 шах. Король Ж1. И ферзь бьет Б6. Ну, и даже невооруженным взглядом видно, что черных полноправная компенсация за пожертвованную пешку. Потому что у них перес в развитии. Пешка Ц3 отстала и слабая. Король не рокирован. Белым нужно еще потратить время, чтобы его эвакуировать. Ну, позиции белых не хуже. Например, тут есть такой интересный ход Ж2-Ж3. Подготавливаю король Ж2. И если слон Е2, то находится ферзь А4-шах спасительный. И может получиться ничья. Слон Б5. Например, вот так. Ферзь Д1. То есть белые хуже здесь не стоят. Но лучше тоже не стоят. Ну, мой соперник на Б6 как бы испугался терять рокировку и сыграл Ц6. Ну, после этого у белых явно хуже. У черных не только два слона. Ну, и самое главное, перевес в развитии. Отсталая пешка Ц3. И возможность подорвать пешечный центр ходом Ф7-Ф6. Я побил слоном. Возможно, было так же ладьей. Слон ЮЦ6. А4. Слон Е7. Рогировка, рогировка. Ладья Е1. Здесь я отступил слоном назад. Слон Д7. Идея в том, что я подготавливаю где-то ход ладья Ц4. Давлю по линии Ц. А также готовлю в будущем подрыв Ф7-Ф6. Слон Д7. Перс Д3. Вот если бы он сыграл конь Д2. То тогда ферзь Ц7 идет. Следующий ход Ф6. И очень неприятно. Слон на Ф6 вскоре выйдет на большую диагональ. И пешка Ц3 будет трещать по шламу. Он решил вообще не развивать коня Б1. Ферзь Д3. Ферзь Ц7. Конь Д4. Решил занять клетку Д4 коня. Естественно, он мог побить на А4. Но тогда последовало бы ладья А8. И, например, ладья бьет А4. То есть пешка А6 косвенно защищена. Конь Д4. Ферзь Ц4. У черных перевес в Эншпиле тоже. Ферзь Д1. Он пытается защищаться при ферзе. Но следует подрыв Ф6. Ф4. Или попытка удержать центр. Размен ладья Ф4. Ладья Ф4 очень сильный ход. Готовя удар слон бьет Б4. Провисает конь на Д4. То есть, ну, гелок уже практически безнадежно. То есть, просто идет добивание. Конь Е2. Ладья Ж4. Конь Д4. Напал на ладью. И ладья Е4. Я не боюсь образования проходной. Потому что пешка Е4 будет тактическим образом защищена. Перзем, либо двумя слонами. Он совершенно не разный. Вот здесь очень сильный ход H6. Подготавливает слон G5. И также где-то в будущем может преградиться в то форточка для черного короля. Ну, у белых совершенно безнадежно. Ну, сдаваться при полном материальном равенстве не хочется. Поэтому белый что-то пробую. Пал на мат в один ход. Перс Е2. Ну, когда мне предлагают размен, я с удовольствием меняю. И перехожу в выигранный Эншпиль. Потому что проходная пешка Е поддерживается двумя слонами. Пешка стремительно бежит вперед. Конь СБ1 не сделал ни одного хода. Конь Е2. Слон G5. Конь Ф3. Слон Е3. Король H1. Слон F2. Конь Е1. Попытка заблокировать. Ну, и эффектная концовка. Простенький такой ход. Слон D4. Напал на пешку С3. Угрожаю Ладеев 1 шаг. После чего он должен меня пробить. И тогда ферзь, новоявленный ферзь, объявит мат белому королю. Таким образом я обыграл польского международного мастера Яцека Дубиеля. То есть ничего особенного я не сделал в этой партии. Просто получил хорошую позицию по дебюту. Удивил его сильной расстановкой, сильным продолжением. Он растерялся и позиция покатилась под откос. Игорь Борисович, вот классная партия. Я хочу пять копеек своих вставить. Точнее спросить. Вот смотрите, все же знают, что вы этот вариант все время играете. Они же все готовятся. Они же вот прям могут что угодно приготовить с помощью движков, чего угодно. А вы должны быть вот ко всему готовы. Как вот так они, допустим, теряются-то? Что они могут? Они же знают. Они знают, но я не всегда применяю этот вариант. У меня широкий дебютный репертуар. Я играю примерно шесть разных дебютов. И эта партия была сыграна в Rhein-Main-Open. Это в Баткомбурге около Франкфурта. Там вообще играют по два тура в день. Поэтому времени на подготовку очень мало. Часто его нет. И жеребьевку бывает вывешивают минут за 15-20 готовы. Поэтому эта партия, я не помню, какая она была по счету в день. Но эта партия могла быть и без подготовки сыгранная. Но и также это все-таки учтите, что это не партия этого года. Этой партии уже много лет, несколько лет. Тогда движки были не такими сильными. И то, что я играл, тогда это было откровением. Сейчас уже, конечно, нет. Ясно. Давайте перейдем ко второй партии. Сейчас я поставлю, чтобы... И переверну доску. Так, переворачиваю доску. Все, все готово. Значит, эту партию я провел против чешского сильного международного мастера. Почти с гроссмейстерским рейтингом. Кирилла понизила. Она была сыграна в Брно, втором по величине городе Чехии, в чешской экстра лиге. И обычно он набирает много очков в лиге. Но тут тоже он столкнулся с неожиданностью. Вот мой фирменный вариант. ДЦ, А5, Е6. А2, А3. Значит, здесь до этой партии я играл автоматически конь С6, конь Ф3. И лишь потом сломил С5. Но я понял, что конь на С6 будет попадать под атаку белой пешки Б2. После Б4, Б5 конь С6 может быть атакован пешкой Б. Поэтому я решил сразу пробить на С5. И тут он сыграл Ферджи 4. Этот активный ход применял Александр Костинюк. Также Янчик, не помню, что так играл. Ну, с другими, конечно, идеями. Но главное продолжение белое. Вот в современной теории я играл этот вариант не дали, как в Бундеслиге, на стройном туре в Берлине. Последний тур прошлого года. С Хушенбетом, двукратным чемпионом Германии. Он со мной сыграл классический конь Ф3. Потом слом Д3 и короткая рокировка. То есть план, оставляющий Ферзя пока на Д1. Сейчас он считается более опасным. Но эта партия, по-моему, в 2016 игралась. Ферзь Ж4 была сыграна. Это ход менее опасный. Конь Е7. Но теперь Ян играет здесь конь Ф3. По крайней мере, играл в тех партиях, которые есть в базе. Понизил, решил съесть пешку. Но ход Ферзь Бьет Ж7 неудачный. То есть черные здесь не обязаны играть по трафарету, по французским образцам. Ладья Ж8 и потом Конь С6. А есть ход Конь Ж6. Ну и здесь лучшее, что есть у белых, объективно говоря, здесь белые могут сделать ничью. Ходом слон Д3. Теперь угрожает ход Слон Бьет Ж6. И у черных нет ничего лучшего, чем коняться за Ферзем. Слон Ф8. Ферзь Ф6. Слон Е7. Белые не могут отступить на Ф3. Из-за хода Конь Бьет Е5. И после Ферзь Ж7 черные опять обязаны повторять. Получается ничья. Но, Игорь, а вот у меня такой вопрос. А как же? Это же швейцарка. Надо же много очков набирать. Соперник явно уступает в рейтинге. И вы согласны были бы на ничью, разве? Ну, это была чешская экстралига. И как бы, ну, соперник уступает 100 очков мне в рейтинге. Ну, я играю черными. Такой вариант, как бы, ну, после Ферзь Ж4 я обязан на него идти. Здесь нету отклонений. Есть очень много продолжения. У меня в жизни я играл однажды в Бельгийской лиге. И сыграл острый классический Каракан с короткой рокировкой. И он пошел на длиннющий вариант с обоюдными жертвами, который приводит к ничьей. Он его знал. Я ничего не мог сделать. Но его соперника был рейтинг 390. Получилось течья. Такое бывает. Белые при желании могут сделать ничью. Отклониться. Ну, чтобы отклониться, надо очень глубоко готовиться, знать. То есть сильное ухудшение, да, будет, скажем, после Ферзь Бетов 6 ЕФ? Это хуже сильно, да? Вы имеете в виду слон Ф8? Ну, да, да, да. Скажем так. Так, конь же 6. Он, так, сейчас, слон Ф8, да, вот это вот. Выглядит так, что пешка ЕФ6 скоро рухнет, но... И конь Д7, например? Ну, да, например, конь Д7, что-то такое, да. Ну, тут надо думать, да, в общем-то. Ну, у черных тут вряд ли может быть лучше после там хода, я не знаю, но... Д4 под конь Е5, слон Ж5, ну, слон Ж5, аж 6, ну, аж 6, там коник будет зависать. Ну, вот тогда вот такой. Нет, слон Ж5, аж 6, слон Ж6, аж же, да? Ну, слон Ж5, даже конь Е5 или конь Е5 может быть есть. Ну, тогда вы пешку F6 не съели. Это пока, это пока, кто знает, может быть, съем, потом нет. У меня никогда не, если сразу не сидите, уже никогда не сидите. Все, да, уже, я понял. Уже больше никто не даст, да? Игорь, а вот еще такой вопрос. Чуть-чуть, если вот назад, просто, ну, меня волнует он, мне вот интересно. А почему не играть Ладья Ж8, как вы сказали, по лекалам французским? Кажется, что это более выгодная редакция для черных. Белые в центре-то провалились ведь, нет? Ну, типа F7, все сразу висит, вроде бы, нет? Похоже же на обычный C18, ну, вроде бы, да? И что, неужели это плохо для черных? Ну, черный без двух пока. Да, ну, естественно, а кто Венавери, а кто Венавери, этого боится? Ну, там все-таки не совсем, там у черных огромный перец в развитии. Здесь, ну, так можно играть, но думаю, что это некорректно. Ферзь B6, ну, здесь как-то надо, может быть, ферзь B6, приставать Б2, или конь C7, вы говорите? Ну, нет, ну, тут, может быть, что угодно, и конь C6, B6, и конь Ферзь B6. Разбил, Саша, черный без двух, в лучшем случае они отыграют одну, в лучшем случае. А вот сейчас ферзь B6, да? Неожиданно, второй ход подряд. Как держать, да, непонятно, на F2? Может быть, F4 надо сыграть. Да, наверное, F4, но тоже, тоже есть эти все мысли. Не-не, я понял, понял, я просто набросок для себя. Я же сам его 20 лет играю этот вариант, поэтому я и интересуюсь. Мне же интересно с практической точки зрения, что применять. Я, кстати, все эти варианты вот не применял еще пока. Я так конь C6 скажу. Про это у меня еще будет вопрос. Не E6 сразу, а конь C6. Потому что мне все равно интересно и моим зрителям, а что там, где, так сказать, плохое место-то опасное. Вы-то отказались, играя с гроссмейстерами. А на обычном уровне выглядит так, что обычно белые ходят конь F3, мы слон G4 и труба у белых. Ну, так вот, по-простому-то. Нет, но конь F3 никто не пойдет, там белые пойдут слон B5. Это сильные так пойдут, а любители ходят конь F3, кстати. Конь F3 уже 4C3. Там получается классический вариант. Там у меня две победы над Пономаревым и Сутовским, но вариант там очень опасный. Я в обоих... Азомино с Пономаревым я стоял после дебюта просто проигранным. Поэтому ход конь F3, кроме ДЦ, является вообще главным. И конь F3 и на слон G4, главный ход на конь F3 и слон G4, белый бьет ДЦ. Ну да, да. Конь C6 и C3. Есть слон G3, ход есть ход B4. Тут очень опасный потенциал счеток. Там надо знать досконально и даже если знаешь досконально, как бы не факт, что удержишь. Да, я понял. А можно ли сказать так, что все-таки в этом варианте тот, кто... Ну, как может быть и в любом специфическом варианте, кто больше знает, разбирается лучше, тот и побеждает в конечном счете. Он же хорошо понимает смысл происходящего. Ну, это так, да. Ну, надо так же чувствовать позицию, надо знать типичные приемы. Ну, вот надо знать, например, что в отличие от французской, у французской приема конь G6 нет вообще. На французской на ферме G7 черные автоматически играют ладежевозы. А здесь вот именно, пользуясь тем, что слон еще на C5 остался, вот, например, если белые пойдут B4 сразу, то там игра по-другому разовьется. Вот, вместо ферже G4, значит, белые пошли, допустим, так. B4, слон B6 и теперь ферже G4. И теперь уже пешку нельзя отдавать. Теперь конь G7, ферже G7, перевес у белых. Да, но так без анализа тоже непонятно, это почему, за счет чего, собственно. Ну, были партии, я тут проигрывал сочка, здесь пешку G7 отдавать точно нельзя. А, то есть вы пробовали, играли, да, этот вариант, пытались? Да, ну, конечно, играли. Да, да, да. В B4 тоже есть вход, и здесь, кроме слона B6, есть еще модный ход, слон Е7, я его дважды применял уже. Здесь много чего есть. Ясно, ясно, ладно, давайте дальше к партии тогда. Все, я кое-что узнал. Ну, и зрители, у меня же тоже многие любят играть этот вариант, вот поэтому. Значит, ферже G4, конь G7, но понизил, съел сразу, конь G6, и, ну, он увидел слон F8, может быть, ему действительно не нравилось, ферже G6, конь D7, в общем, он пошел, ферже G6 сразу. Но этот ход просто неудачный, потому что теперь я могу просто слушать. Ну, а с вашей-то стороны, это все еще, прям, вполне себе домашние разработки. Нет, 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 я в ферже G6, я не мог готовить ход, потому что, ну, ход просто слабый. В ферже G6, он отдал пешку Е5, ну, за какую-то видимость наскока, ну, как бы, у черных нет материального перевеса пока, но у черных центр. То есть, если черные спрячут короля Е8, то у них, ну, или разменяет ферзи, у них будет просто перевес, потому что и фигур больше в центре, и пешечный костяк Е6 и Д5 придет в движение, что и произошло дальше. Ну, вот он пытается играть активно. G4, но слон F8. Не слон Е7, а именно тоже темповой код. Слон будет хорошо стоять теперь на большой диагонали, потому что белые ослабились слоном G4. Слон F8, ферзи F6 и ладья G8. Удивительным образом король на Е8 чувствует себя в безопасности, ему не нужно рокироваться. Кстати, очень часто происходит вот в этих системах с C5, что король зачастую и на F8 ходит, и остается в центре. Далеко не всегда он идет в рокировку. На Д8, но грозило просто слон G7, поэтому белые уходят в ферзи F4. Но в черных уже огромный перевес. Ну, и я использую свой любимый прием. Размен ферзей. Но дело в том, что после размена конь вторгнется на D4, и грозит конь БЦ2. Поэтому белые пытаются поменяться на поле F4, но появляется клетка D3. Я это сразу использую. Конь D3, шаг, слон БЮD3, ферзь БЮD3. Теперь белые сами должны просить размена ферзей, потому что белый король рокироваться не может. Ферзь Е3. Теперь с удовольствием разменялся. Хотя мог, наверное, и не меняться. Ну, разменялся и Е5. У черных подавляющий перевес. Два слона. Подвижный центр. Конь на H3 неудил. Я даже не взял пешку G2. Потому что считал, что это даст ему контр-игру после конь F4 и конь H5. Я, конечно, видел, что я могу съесть на G2. Но я посчитал, что мне выгоднее пока не брать, а поддерживать напряжение. Е5. Король F1. И вот смотрите, напрашивается ход слона G3, но я не бью. Хотя после слона G3 у черных несомненный перевес. Но мне кажется, что там шансы на ничью у белых существенно выше. Потому что там белые будут играть только лишь без одной пешки. Фактически сдвоенная пешка H2, H3 как одна. Но зато я разменяю своего активного в потенциале слона C8, у которого нет оппонента, на неиграющего коня H3. Поэтому намного сильнее ход слона F5. Конь D2. Ну, делая ход слона F5, я видел уже свой следующий ход. Потому что, ну, например, прорыв D4 в центре ничего не дается. ДЕД, слон с Е3 прыгнет там куда-то на F4. Потом ладья на Е1 придет. Ну, у делов будет какая-то контригра. Но, поскольку у него не играет, он играет практически без двух фигур. Ладья H1 и коня H3. А у черных все фигуры в игре. Ладья H8. Вот здесь я применил правило номер два в позиционной игре. Я, как вот в начале нашего репортажа, заметил Игорь. Как бы занимаюсь, ну, особенно сейчас в период коронавируса, занимаюсь преподаванием шахмат. У меня много учеников. В основном, конечно, это немцы, поскольку я живу в Германии уже 22 года. Вот. И я их учу, как бы, правильно думать над шахматными ходами и применять так называемые золотые правила в тактических и позиционных положениях. Вот. Одно из правил, ну, сначала нужно смотреть на доску, как бы, тактическими, что называется, глазами, смотреть, проверять всевозможные шахи, взять и открытые нападения. Вот. Ну, всякие, слон идет h3, слон d3 шах, ход номер один. Но он ничего не дает, король уйдет на g1. Можно пробить на h3, но, как я уже говорил выше, даже сразу можно было пробить. Вот. Но мне казалось, что там перевес мой будет ниже, меньше, чем в партии. Также мне казалось, что это, как бы, на эту позицию, кроме тактического зрения, я взглянул, что называется, позиционными глазами и понял, что у меня одна фигура еще пока не играет. То есть, из пяти моих фигур, слон f5 работает на два фланга, ладья на g8 прекрасно стоит, конь на c6 стоит замечательно, но не играет ладья a8. Король не рокирован, то есть, может показаться, что три нуля стоит пойти, но тогда возникают какие-то ненужные конь g5, какие-то прыжки. Король на e8 стоит совсем неплохо. И ладья на d8, я понял, делать нечего. Ладью a8 нужно включить в игру через линию a. И таким образом я нашел код a7 a5. Тоже, как бы, тактический, потому что b5 невозможно, из-за слона d3 шах и слон идет b5. То есть, как бы, смесь тактики с позиционной игрой. Не гражу просто съесть на b4, он должен уходить ладьей с a1, ладья e1, ab, ab, ладья a3. И вдруг, ни с того ни с сего, ладья заработала по линии a. Ладья напала на пешку c3. Ну, у белых уже проигранная позиция. После a5 и ладья a3 фактически можно смело сдаваться. Ну, как я говорил в предыдущей партии, при равном материале мало кто сдается. Конечно, белые изыскивают разные тактические шансы. f4. Но я мог пойти e4, тогда бы он ответил конь b1. Поэтому я пробил на c3, дал ему побить на e5. И слон с f8 с темпом съел на b4. Теперь грозит просто ладья бьет e3 и слон бьет d2. Но он ничего не может сделать. Конь f2. Я, конечно, угрозу осуществил. Ладья бьет e3 и слон бьет d2. Ладья b3. Ну и не отдаю ни пешки. Конь a5. Ладья b5, d4. Здесь 13 ходов надо было сделать до контроля. Насколько я помню, у меня было минут 10, если не меньше. Поэтому мой соперник пытался использовать как-то мой цикновь. Но ему это не удалось. Король e2. Тут опять тактический ресурс. Ладья бьет g2. Я готов обменять слона на коня. Король f3. И тут тоже очень сильный тактический ресурс. Я мог просто отступить ладья g6. Но ход, который я сделал, мне очень понравился. Потому что слон с f5. Как бы он свое дело уже сделал. Его место сейчас на большой диагонали. Поэтому я сыграл слон d7. И тактически ладья на g2 не висит. Но он может съесть. Но я пробью на b5. И любой размен пробежает мою победу. Потому что пешку d3 держать будет нечем. На ладья бьет a5. Последует промежуточный шаг слон c6. И потом слон бьет a5. Он побил. Слон бьет b5. Ладья d1. Конь c4. Он ничего не может выиграть назад. Король g3. Слон c6. Налаживаю координацию фигур. Позиция у черных совершенно выиграна. Он просто делает ходы последние. В надежде, что я что-нибудь зимну. Конь g4. Король e7. h4. Ну и последний точный ход в партии. Конь e3. Разменивая последнюю опасную фигуру, которая может сделать вилку. Как многие, наверное, знают, в любительских шахматах часто конь оказывается сильнее слона. Потому что он может объявить шаг и съесть ферзя. И здесь вилка на ладья бьет d2. Конь f1. И белые должны меняться. Либо отступать ладьей. Тогда черные разменяют последнего коня. Ну и с двумя слонами и пешкой t легко выигрывать. Поэтому мой соперник сдался. Прекрасно. Игорь Борисович, вот у меня-то много вопросов заготовлено. Еще и в чате вопросы задают. Но зацепила меня одна ваша фраза интересная. И сейчас я хочу прям опереться на ваш авторитет. Смотрите-ка. Вы сказали, к 30-му ходу вы уже затратили, ну там, много времени. Часа полтора, да, приблизительно, если не больше. Ну, то есть, вот, много. Хотя при этом свой собственный вариант. Вы в нем разбираетесь, где время потратили. Или еще по-другому спрошу. Вот смотрите, за эти 30 ходов вот вы столько думали и победили в классической партии. Хорошо. А у меня ученики некоторые, к сожалению, на эти первые 30 ходов потратили бы 2 минуты. Я вот не знаю, как их дубиной бить, что ли. Вот, ну как, расскажите, о чем вы думаете эти полтора часа, играя вот эту партию? На что уходит время? Подскажите моим ученикам, научите их, почему надо думать-то во время игры, а не просто шлепать ходы-то с этой скоростью? Ну, потому что, как бы, гроссмейстер, который провел уже много турниров, он, чем ты сильнее играешь, тем ты больше видишь. Тем у тебя больше ходов в голове. Вот, когда я был, вот, когда я стал чемпионом России среди юношей до 16 лет, я играл очень быстро, я тратил на партию не больше часа. Мне было все ясно, у меня не было никаких сомнений. Вот, ну, я был тогда мальчиком, но потом, как бы, я понял, что, да, как бы, ну, я выиграл, мне немножко повезло, я, как бы, разделил первое и второе место, как я говорил выше, с Дреевым, вот, он, как бы, опережал меня по, там, шапотным успехам, он в 14 лет стал уже мастером, ну, и, конечно, он был, безусловно, талантливый меняк, подчеркивал Марк Израильевич Дворецкий, вот, ну, даже, как бы, такой большой талант, как Дреев, тоже, я считаю, до конца своего таланта не реализовал, ну, 2700 он достиг, наверное, где-то, он блестящий тренер, там, тренирует сборную Азербайджана, тренировал, может быть, вот, у него много, там, наверное, других учеников, но, все-таки, своего потолка, скорее всего, он тоже не достиг, так же, как и я, вот, ну, да, когда мы были молодые, играли очень быстро, а потом стали как-то много видеть, появляться сомнения, какой правильно сделать ход, ну, я могу немножко подробнее рассказать, вот, на что тратил я время в этой партии, если можно, да, это довольно интересно, у меня ведь канал обучающий, мне, как раз, это гораздо более интересно, чем, чем, может быть, какая-то, там, отдельная комбинация, которых, там, миллионы есть в жизни, вот, действительно, вот, на что время, да, затрачивается, вот, где я подумал. Ну, вот, 7 ходов первые, значит, сломбит С5, конь Е7, конь Ж6, довольно быстро, после конь Ж6 я 2 минуты, наверное, потратил на 7 ходов. После хода ферзь H6, ну, сразу надо задуматься, почему, может быть, я что-то не вижу, может, я не могу бить пешку на Е5, чтобы сделать ход конь Е5, надо посчитать, там, сломбит С5 вариант, ну, другие ходы есть, кроме конь Е5, есть ход ферзь B6 сразу, есть ход конь С6, поэтому над каждым ходом, можно, конечно, сразу хлопнуть и что-то зимнуть, но, как бы, Гроссмейстер, он всегда заглядывает, пытается, по крайней мере, заглянуть в будущее, и поэтому, прежде чем побить, я минуту 5 здесь думал, потому что есть другие ходы, нет, ну, конечно, Гроссмейстер и выдающийся, там, вот, действующий чемпион мира Маркус Карсон, он в таком положении, ну, больше двух минут думать не будет, ну, как бы, у него скорость мышления в разы, наверное, превосходит, мою, вот, он натренированный, и, как бы, безусловно, он считает быстрее меня, но мне потребовалось минут 5, конь Е5, конь H3, конь С6, ну, конь С6 я сыграл, наверное, довольно быстро, слон Ж5, ну, здесь тоже я потратил время, может быть, слон Е7 пойти, как альтернатива, тоже надо видеть, ферзь Б6 на Б4, например, слон Д4 не проходит из-за Ц3, вот, какие-то из ваших учеников, может быть, шлёпнули бы здесь слон Д4, а после Ц3 схватились бы за голову, потому что слону отступать некуда, поле Д3 под контролем, и всё, слон потерялся, надо видеть вот слон Ф8, но он несложный, но его надо видеть, ходя ферзь Б6, ферзь Б6, и надо видеть ход, хладя Ж8 тоже, с идеей слон Ж7, и понимать, что у черных прекрасно. Но здесь тоже ферзь Д4 ход далеко не единственный, если мы черных миллион ходов, и конь Д4 есть ход, и конь Ж6, и что угодно. Над каждым ходом нужно думать. Я-то это знаю, я это понимаю, вот, это с трудом даётся людям, которые хотят, вроде бы, этому научиться, но нет, вот, две минуты тратят на 30 ходов. Ну, перед ходом ферзь Д4 на минут 10, я думал бы, ну, минимум, потому что здесь много есть продолжения, ну, если мы будем играть по пять минут, я тоже буду шлёпать, тоже буду играть быстро, но в партии же даётся полтора часа, на 40 ходов, ну, примерно полтора часа, там, час, час пятьдесят, полтора часа плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. Поэтому я как-то стараюсь, ну, иногда удаётся разумно распределять время, иногда нет, попадая в цигноты, что делать? Ферзь Д4, ну, конь Д3 быстро я сыграл, ход очевидный, ферзь Е3, тут я подумал, мог играть при ферзях, совершенно спокойно, был ход ферзь Ф5, например, здесь много ходов тоже. Я понимал, что он побьёт сломом, потому что пешкой там всё равно А6 я пойду. Вот тут, например, ход Е6 и Е5, это тоже непросто его сделать, хочется съесть на Ж2 сразу, надо себя как-то уговорить, ну, я тоже собирался съесть, ну, конь Ф4, потом конь А5, и какая-то у белых минимальная контр-игра, фигуры какие-то начинают прыгать, думаю, зачем мне это надо? Е5, тоже минут 10 я здесь думал. Король Ф1, ну, здесь минут 5, тоже понял, что наш 3 не стоит. Ну, слон и Ф5 опять же, делая ход слон и Ф5, уже надо видеть ход А5, потому что если ты не видишь ход А5, то, может быть, взял бы наш 3. Но я видел вот эту тактическую идею, А5, что на Б5 слон и Ф3 шах, ну, и дальше уже просто. Ладья А3, тут уже позиции белых рассыпается. Ну, вот здесь, например, тоже надо было понять, стоит бить на С3, может быть, Е4 пойти. Я же мог оставить себе пешечный центр, но посчитал, что мне выгодно выгодно эти разминаны, ладья Ц3, ФЕ слон бьет Б4. Ну, главным образом, за счет вот угрозы, ладья бьет Е3, и слон бьет Д2. Тоже надо было что-то вот засчитать. Ну, здесь вот, например, тоже, как бы, С3 был ход, спокойный. Ну, ладья же 2 сильнее. Тоже надо время потратить. Ну, вот здесь слон Д7 тоже, безусловно, минут 5 я продумал. Тоже был ход простой, ладья же 6. И вот так все уходит, минута за минутой. Тут я уже, тут, 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 тут уже я играл быстро. Ну, по минуте, по две, может быть, на ход. Ну, и конь Е3. Здесь, в конце у меня минуты 3 оставалось плюс 30 секунд на ход, на 6 ходов, но он не стал меня проверять, потому что дальше уже фактически голова не нужна, и идет игра рукой. Это правда, это правда. Тогда вот зацеплюсь еще за одну вот эту мысль про Дреева и экстраполирую ее не только на него, на вас, а вот, ну, вот на тех гроссмейстеров, которые примерно в уровне 2 700 плюс-минус были и действительно потенциал не реализовали. Вот есть у вас какая-то суммарная уже, ну, вы же понимаете, да, наверное, что уже, конечно, вот эту молодость не вернуть, уже можно что-то и раскрыть, какие-то, да, свои размышления. Думали, ну, вот чего не хватило-то, вот что, может быть, надо было сделать, а не сделали, что можно молодым посоветовать, сделать то, чтобы они вот не про, пустую время не потратили свое. Ну, работать больше, не нужно отвлекаться, если вам нравятся шахматы, больше времени уделяйте, работайте над ними. Ну, как бы, Гельфанд с детских лет, ну, у него были великолепные тренеры, там, скажем, ну, школа Петросяна, это три раза в году его вызывали на сессии, так же, как и меня, он в Минске занимался с выдающимся тренером Альбертом Тиновичем Копенбутом, вот, ну, и он сам, как бы, очень много работал, по 8 часов в день практически. Вот он 8 часов в день, а вы? Ну, меня интересовала жизнь, другие какие-то ее интересы, я по 8 часов, ну, во время турниров, там, сборов могу, конечно, столько же заниматься, а так не хватает, конечно, усидчивости. Ну, а сколько, ну, так, грубо, 4 часа в день, 2? Ну, сейчас период коронавируса, кроме того, что я даю уроки многочисленные, так, для себя, я фактически играть, знания применять стало негде, в интернете я не играю, то есть, последнюю свою партию я провел в Бельгийской лиге 8 марта, после этого Чвейцарская лига перенесена на 21 год, Бундеслига, сезон, половину сыграли, половину перенесли на весну следующего года и просто давно не трогал уже фигур в плане игры, поэтому, ну, слежу, конечно, за какими-то топовыми турнирами, которые, в основном, конечно, в онлайне проходят, но занимаюсь, конечно, меньше сейчас, чем раньше, что говорить. Да, да, это хорошо. Тогда давайте еще один вопрос все-таки по варианту с C5, сейчас я вот на доске его именно хочу, хочу все-таки про конь C6 спросить, вот про конь C6, сейчас есть на доске он у вас? Есть, да. О, отлично. Все-таки хотя бы немножко какой-то набросок, так как я играю в основном этот вариант, и у меня такие свои корыстные соображения, узнать побольше хотя бы немножко, ну и в том числе, я же играю и всегда комментирую, я же играю в прямых эфирах, и зрители мы тоже ориентируемся. Давайте я буду играть белыми, а вы черными. Конь F3. Да, хорошо, ну давайте. C3. Ну ладно, C2, так, C3, ну или 6. Ну здесь два хода, слон E3 или B4. Ну ладно, пусть так. Когда слон выходит на E3, я знаю, что надо всегда коня ставить на E7, чтобы повести на F5. Сыграю так. Но конь E7 уже ошибочный. Ого, почему? Единственный ход, который как-то позволяет, мне кажется, поддерживать игру это A7, A6. О, да, 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 я происход знаю, но он мне просто визуально вот не нравился. Я считал, что конь E7, ну как я вот сыграл, ну давайте сыграем дальше, как будет. Просто конь D2, наверное, я так подозреваю. конь F5. Ну то есть я планирую на D4 именно побить в какой-то момент, может быть F4 выезжает иногда, да, вот такие истории. А как вы побьете? Вы просто без пешки остались и без компенсации. Да, а кстати здесь B6 уже не сработает из-за слона B5, так что? Здесь все, здесь и побить вы не можете на D4 дважды из-за опровержения F4 шахта. Да, 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 это я уже вижу. Здесь вы просто остались без пешки и в плохой позиции. Плохой позиции? А почему? Вот, кстати, я просто хочу спросить, мне кажется, что у черных отличная позиция, что у белых хорошего? У них странные сдвоенные пешки, слон как тоже большая пешка стоит, у них да, лишняя пешка, но я сейчас просто доразовьюсь, а потом где-то даже пожертвую эту пешку ходом B6 и получу просто игру в духе волжского гамбита, что-то такое. Типичная же. Буду брать. Вы на D4 рано или поздно должны будете... Я побью на D4 обязательно, конечно. У вас пешки нет и компенсаций тоже нет. у фон D3 там любой ход. Любой ход взял и B6 да, вот теперь. Ну, взял. ЦБ? Да. Ферзь B6. так, там все равно. Не отдаю. Да, 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 ну вот, да, вот такого рода позиции это не то, что надо, да, действительно, у них хороший слон остался на D3 в целом. То есть, А5, А4, Ладья там, Fc8, может быть, конь B4 это не то, да, что не скомпенсирует. я еще, может, не точно играл, я вам что-то дал, можно играть жестче здесь, наверное, но просто, как бы, ну, я всегда знал, что белые просто, если черные так спокойно играют, белые цементируют, что ли, что называется, положение, и все, и пешку уже не отыграть, может быть, не H3 здесь на слон Е7, может быть, слон B5. А, кстати, а тогда, ладно, все, все, здесь мне все более или менее стало ясней, я это проработаю, а что с ходом А6-то? Значит, этот А6-ход, где, в какой момент? А6-то что, надо базу открывать, и там все, смотри, там все написано. А6-то, чтобы вот слон B5 не было хода, что ли? Ну, А6, подготавливая ход конь бьет Е5, практически. Ага. Потому что сразу конь Е5-невозможный если белый, скажем, пойдет конь B2, то черный неожиданно треснут, и на ферзь 4 шаг будет тот ферзь E7. Вот оно, что было. Какая тактическая... А там на ферзь E7 был бы слон B5, да? Без хода А6? А там ферзь E5-дак, там слон B5-и конец. Так, а если сразу бью на F3-е... Вот я так играл. Так. Нет, но на E5 бить здесь не очень, потому что белые играют слон B5 шаг. Ну, я таких партий много сыграл, вот слон B5, конь C6, там как-то C4 пытаются пойти. Ну, нормально все, А6, там, и все хорошо у черных. Просто в игровом контексте хорошо. Движок показывает белым перевес, но я говорю о том, как играется позиция, она легко играется. Ну, хуже у черных здесь, мне кажется. в бесперспективной позиции белый просто накатывает 0-0, ладья D11, C4, конь C3. Партии покойного Курносова здесь долго черными... Ну, плюс один где-то движок дает примерно. Да, да, я знаю про движок, да, но я таких партий выиграл черными много довольно-таки. Ну, правда, против игроков уровня, конечно, ниже существенного, да. Согласен. Ладно, хорошо, да, это тоже... играть, но это не уравнивает. Можно... Я вот пробовал тут бить когда-то раньше и, например, пробовал по Мконже Е7 ходить. Вот так вот. Но это тоже недостаточно. Я так играл, мне кажется, с тем же сжигалка. Есть мои партии в базе. Так я играл раньше, но это до конца не уравнивает. Мне кажется. Да. Ход коней же Е7 более интересный, чем конь-нибудь Е5. Потому что пешку Е5 все равно толком не удержать. Здесь у черных есть компенсация, но белые точными ходами здесь как-то все равно получают перевес. Но надо знать, как. Вот именно, движковыми ходами. А вот согласны ли вы с моей версией? Я вот именно... Ну как, может быть, и не согласны, не в этом дело. Просто я расскажу свою версию. Я когда учеников учу, я им говорю, не так важно, что показывает движок. Может быть, он 10 годов подряд должен по первой линии сделать. Это только читер может. Человек же не может. У человека обычно все рассыпается за белых мгновенно. Потому что мы атакуем слабости, мы знаем, что мы делаем, а наш соперник ни черта не знает. Является ли это практически нормальным подходом к игре на обычном уровне? То есть, мы же не говорим, что там мастера или гроссмейстеры собираются анализировать. Правильно? А вот любительский уровень. Там сбор урожая идет просто под 100% очков. Если вы здесь знаете идея, ваш соперник не знает, то, конечно, вы выиграете. Здесь белыми не так просто играть. Да, да. Я про это и говорю, что они компьютерные ходы должны делать. После вашего хода конь бьет е5, игра белых как раз ясна, как улыбка младенца. Здесь игра очень простая в белых. 0-0, c4, ладья до 1, конь c3, на 6 я играю слон на 4, я не бью, конечно, на c6. Тяжелая позиция. А вот после конь же е7, там действительно, ну, к сожалению, может открыть человек компьютер и компьютер покажет, как белые достигают преимущества после конь же е7. Я тоже так играл, даже на гроссмейском уровне я так играл. Я играл как бы с первой доской сборной Беларуси, Сергеем Жигалко делает конь же е7. Но он не разобрался за доской и получилась ничья. Если бы разобрался, было бы, конечно, не сладко. Ну, мы говорим сейчас про классические партии, а фактически сейчас миллионы людей играют просто в интернете по 3 минуты, по 5 минут Блиц, по 15 минут Рапид. То есть, по сути, конечно, если мы говорим о серьезных, может быть, аналитических вещах, то да, но с практической точки зрения, вариант гениальный просто, на мой взгляд. Да, да, но вот быстрые шахматы можно так смело рекомендовать. Конечно, конечно. Так и есть, так и есть. Хорошо. Так, так что все-таки, значит, давайте подведем итог вопросу про чего не хватило. Ну, давайте лично вам, вот чего не хватило, чтобы пойти в самую элиту. Знаете вы, ответ сами свой? Ну, я как бы в лучшие свои годы, значит, мой максимальный рейтинг был 670, а где-то в районе нулевого года 2000-го я провел 15 турниров без поражений и даже когда я был в Москве, даже шла речь, я разговаривал с Рошалем, покойным как бы издателем журнала 64 и перестал слышать там, ну, Женя Пигусов, неплохой гроссмейстер, там, ушел из шахмат в покер, я уж не знаю, чем занимался, занимается сейчас там, Валера Филиппов, тоже известный гроссмейстер, тоже за ним, очень многие игроки ушли в покер, очень многие. Рустем, да, вот мой хороший приятель, я с ним занимался, когда переехал в Германию, он уж перешел на покер, играл, играл в немецкой Бундеслиге за клуб чемпион Баден-Баден, но некоторых времен он там не играет, ну, наверное, занимается покером, продвигает так-то, Матес, Вальс, такой тоже немецкий гроссмейстер. Да, у нас тут сейчас был перезапуск эфира, YouTube затупил во всех смыслах этого слова, сейчас все в порядке, все идет, вот, но была, может быть, параминутная пауза. Так, хорошо, давайте, может быть, на вопросы зрителей поотвечаем, сколько-то у нас времени еще есть, а да, надо все-таки ответить на их вопросы. В каком городе ФРГ вы живете? Я живу в столице центральной земли Хессен, городе Бездбаден, это знаменитый город, он не самый большой в Хессене, самый большой в Франкфурт, но он является столицей, потому что единственный, он не был разрушен после Второй мировой, его американцы почему-то не бомбили, оставляли для себя, на севере Висбадена, в одном из районов до сих пор стоят американские войска, там, ну, войска НАТО, ездит американская полиция, вот, ну, в общем, это центр, как бы, 20 минут от аэропорта Франкфурт на майне, если кому-то интересно, то есть, очень удобно, когда до пандемии, за два часа до вылета, я мог себе позволить еще находиться в кровати и легко успевал на рейс и всегда улетал, куда мне было надо, потому что аэропорт под боком, из Франкфурта, самый большой аэропорт в Европе, вот, ну, раньше, по крайней мере, таким был, сейчас, сейчас я уж не знаю, сейчас из двух терминалов, у меня муж моей сестры, работая главным архитектором этого аэропорта, так он мне рассказывает, что просто второй терминал сейчас полностью используется под парковку самолетов, просто никто не летает, и терминал номер 2 это просто, ну, не кладбище, но вот вынужденная парковка самолетов в Люфганзе. Да, а вот вопрос такой на шахматной доске, ну, хорошо, Е5, С5, понятно, ну, конечно, основной ход, в общем-то, всегда всю жизнь считался ход Коня на С3, вот, и, может быть, расскажете, хотя бы в нескольких предложениях, а здесь, каков ваш выбор, я-то его знаю, но, вы сами расскажите, что вы выбрали, почему вы играете тот вариант, который вы играете, против вот классического построения, какие у вас, может быть, есть мысли, соображения, почему не выбрали там вариант Смыслова-Петросяна, например, там, допустим, вот. Ну, здесь два, как бы, хода сейчас популярных, один из них я делаю, второй я не делаю, потому что мне не нравится, ну, вот, например, я объясню разницу, если белые пойдут не Д4, если белые, например, очень популярная схема дебют двух коней против Карахана, вот здесь одно из возможных продолжений, главный ход Сонжи 4, но черные могут пробить, и здесь, например, ход кони в 6 имеет все основания быть сделанным, почему, потому что после размена на f6, черные бегут, конечно, пешкой е, но есть вот и gf тоже, и, например, ну, главный ход Сонжи 4, но если пойти, например, d4, то черные ходят Сонжи 6, например, Сонжи 3, короткая рокировка, короткая рокировка, ну, например, Сонжи 4. Здесь у черных полный порядок, потому что конь на f3 стоит, очень неважно, поле е5 отнято, и у черных свободная игра. Вот, Магнус Карсон отстаивает подобную структуру и даже при коне на е2, но я считаю, что мне кажется, что там у черных хуже. То есть, вот, d4, d5, как бы там длинные анализы, конь с3, там, бе конь е4, то есть, я делаю только ход Сонжи 5, я, конечно, смотрел ход конь f6, который сейчас очень популярен, но, вот, если вы слышали, примерно неделю назад Магнус Карсон проиграл впервые за 2 года, прервал свою, там, беспро... партийную, беспроизвенную стерию, и как раз он проиграл в этом варианте дудель. На мой взгляд, он просто не вышел из... Ну, он имел сомнительнейшую позицию, эту партию я наблюдал уже потом, ее комментировали, Иванчук с Дреевым, в эфире, там, у Сурова я смотрел вскользь, ну, там, Карсону, как чемпиону, удалось создать какую-то, какую-то видимость, сопротивление, но мне кажется, что после дебюта у него была очень трудная позиция. Здесь белый просто бьют, слон Д3, Херц, С2, вот это все. Слон Д3, вот здесь сильный план, который применил Дуда, ну, это план известен, так и Федорчук, известный украинский гроссмейстер, играл не раз, шах, ведь и конь выходит, конечно, на Е2, потому что на Е3 ему делать больше нечего, H7, H5, ну, и план с тремя нулями, слон Е3, и три нуля. Ну, Магнус, там как-то Б5 дернулся, там получил Д5, ну, и я не знаю, почему ему эта позиция нравится, но он, ему виднее, он чемпион мира, то есть мне кажется, что здесь после трех нулей у черных просто хуже, структура хуже, но у черных какая-то, да, какая-то есть фигурная игра, но белый и конь в 4 могут пойти, и слон F4. Вот, например, насколько я знаю, один из планов, если черные, скажем, играют, чей сейчас здесь, слон Е3, слон Е6, значит, слон Е6, длинная рокировка, на А2 бить, по-моему, нельзя из-за хода Б3, и у слона большие проблемы, или там, может быть, С4 даже. Но черные как-то, если ходит конь Д7, то белый сначала ходит король Б1, ну и теперь просто следующий ход слон F4, ну или даже сразу, может быть, слон F4. Но белым же выгодно, да, все менять, просто тогда пешечный будет выигранный Энншпиль, да почти любой Энншпиль будет с большим перевесом у белых. Мне кажется, здесь у белых все немножко лучше, то есть, с конем на Е2, в общем, мне эта структура совершенно не нравится, но я глубоко не смотрел ее, конечно, как чемпион мира, как убитительный, брасмейстеры, но я всегда играл слон F5, да, вот расскажите, может быть, что вы все еще до сих пор находите, казалось бы, уже ведь тошнить должно, как вот от берлинского варианта, да, от этого варианта тоже, вот, нет? Нет, меня не тошнит, представьте себе, расскажите тогда, расскажите, что вы находите до сих пор в нем? Нет, здесь много, что в продолжении, что вы рассказывали, это не, тема не, не двухчасового, не полуторачасового. Я понимаю, да. Есть у белых миллион возможностей, есть ходы конь H3, конь 1, Е2, есть ход H4, есть ход конь F3, да что угодно, есть совершенно разные планы, это классический вариант, у меня в базе, по-моему, моих партий 400 где-то штук, только вот на этот вариант, мне так кажется, так что просто открывайте базу смело и смотрите, ну не только этот же вариант, ну мне кажется, Алексей Идреев тоже играл и может быть и продолжает играть, Анатолий Евгеньевич Карпов играл вариант с конь D7. Да, вот почему вы его не выбрали, кстати, интересный вопрос. Мне нравится, другой план совершенно, Слон C8 остается на месте и план просто Е6, конь F6 и где-то C5 по французским мотивам. Я всегда любил, мне нравилось слона выводить, нравилось, что Слон стоит на G6, да, я потерял, можно сказать, один темп, но я готов играть со всеми развитыми фигурами, ну и после Слонs G6, но если мы пройдем по главному варианту, H4, H6, конь F3, я делаю конь F6 ход, садом, ну конь F7, я все-таки точнее здесь, да, ну точнее как раз конь F6 по современным образцам, что-то знать, надо включать компьютер, а если лень это делать, то конь F7, когда вот таким как я, ленивым, конь F7, H5, слон H7, Сергей Корякин, например, играет только конь F6, и Шахриан Мамедьяров тоже, и Давид Наваров. Игорь Борисович, хотите я вам подарок сделаю небольшой, вдруг вам понравится, есть просто вариант немцева, я присвоил имя, варианту, который 20 лет популяризирую, и вот он в классическом варианте может дать несколько темпов лишних, да, вот смотрите, может вы не знаете про него, значит, дело в том, что я здесь играю H6, казалось бы, нелепый ход на первый взгляд, но, если включить движок на большую глубину, то он на втором месте после DE, и гораздо лучше, чем конь F6, в смысле, DE, конь F4, конь F6, он точно лучше, идея такая, смотрите, тот, кто пошел конь C3, он же не сыграл E5, значит, закрытый вариант не является его основой, что же он будет делать? Сейчас очень многие играют и так, и так, ну допустим, я так работа тебе не нравился, а? Вот после этого хода что делать? Вопрос. После какого? После E5 слон F5, конечно. Ну, слон F5, ну здесь как после слон D3, черное без темпа, а если такой ход, типичный. ну тут слон D7, по заветам Ботвинника, ну в партию Таль-Ботвинник пойдем, из 61-го года, прям туда, один в один, шестая партия матча, Таль-Ботвинник, матч реванша, где Ботвинник выиграл ее, один просто, и партия, это самая позиция. Смотрите, я сейчас просто идею расскажу, а вот, я пошел H6, да, ну допустим, соперник делает, очень часто делают ход слон E3, слон F4, кто-то H3 ходит, ну вот, и на все вот эти вот ходы, да, на какие-то любые, мы уже бьем D1, теперь выводим... А если, ну здесь я понимаю, а если не H3, а если вот, ну просто вот так пошел? вот, тут уже вступает моя главная линия, моя разработка, обычно все ходят E5, конь E4, вот этим вариантом я выиграл миллион партий уже, ну, кто-то еще ферз E2 глупый ход делает, но в основном, рокировка, конь C3, B, C, и мы переходим, чем бы ни брали белый, не имеет значения, мы получаем лучшую позицию, мы оставили им дурака слона, ну и тут масса вариантов, у меня есть много видео обучающих, которые просто выложены на моем канале, хоть Cd тоже отлично, видите, секунду, а если, нет, ну черных здесь лучше быть не может, ведь, у черных просто лучше здесь, как не может, лучше, лучше, а как белые пойдут? Ну так, ну хорошо, слон E7, я знаю здесь наизусть все, разумеется, раз уж я, как сказать, автор варианта, конечно, я все тут... Ну да, как можно. Ладья B1, ну ферд C7 даже можно пойти. Идея проста, если Cd, Cd, то будет грюнфельдовская позиция, да, с пешками А и B против пешки А, если C5, то в нужный момент мы B6, конечно, взорвем, иногда играют без ладья B1, A4, слон A3, ну побьем на A3, и тогда просто отличная позиция, в любом случае. Вот так вот. И можно, главное, перехитрить соперника, который не принимает деталей. Как, как еще раз? Нет, здесь позиция, мне кажется, либо ферзь B3, и потом слон A3, либо сразу, ну здесь черный за перевес, то никак не борется, здесь черные должны об уравнении думать. Нет, ну здесь, например, после взятия, что делать? Cd, конечно. длиной шаг на B5. Шаг на B5, шаг на B5, 100, 100, проиграли пешечку. А, я люблю пешку, проигрывают, Зевнул, да, я пешку, а минутку, да? значит, значит, B6 надо пойти, да, наверное, B6, тогда может быть, B6, да, сыграть. B6 допускает другое, Cd, там, C4, или, ну, здесь у белых, как бы, хуже быть, не может. Ну как, Cd, Cd, C4, ну, мы побьем просто. Ну, а конец, куда выходить? Конец был очень, у него миллион вариантов, ну, как, конь, конь обрезанный, ну, он там, D2, слон, D3, я не знаю, владеется этим. А, ну-ка, ну-ка, конь на B8, это совсем плохо стоят. А сейчас мы его выведем, у меня есть хитрый план. Ну, а 4, да, если бы не A4, то B5, там куда-то, если бы 5, то и что? Ну, потом ферзь ушел, конь D7, конь B6, конь D5, ну, как, по забезам классика. Это если я глаза закрою, если я что-то буду делать, то, так просто не могу. Ну, A4, да, ну, тут надо посмотреть, у меня тут много всего, да, разумеется, сейчас, может быть, все отходы тоже лучше не сделаю, но факт, что да. здесь у вас осталось в развитии, здесь у вас структура может быть немножко лучше, но у белых открытой линии B, и вы посмотрите, у белых больше фигур развито. Да, но, тем не менее, здесь, ну, движок уже дает там равенство полное, на самом деле, то есть, если так, вот. Это, это может быть, но вот за равенство черные должны бороться здесь, а не белые. Белые-то здесь ничем не рискуют, потому что белый перес в развитии. Ну, что они делают? Они обычно пытаются коня убрать на E1, F4, F5 сыграть, тоже не работает, разумеется, по разным причинам. Можно и G6 встретить, но я что хотел сказать? Я не в смысле хотел свой вариант пропиарить, хотел вам кое-что показать, просто вот в чем смысл, что есть, казалось бы, хитрый ход, да, вот такой, хитрый ход H6, который ставит белых в тупик в определенном смысле, они-то ждут только ход D и E, другого уже не ждут в ходе. Что им делать? Куда им ходить? Они идут либо в одну линию, конь F3, кстати, там и слон G4 вполне себе может быть, но конь F6 просто лучше, а могут сыграть ED, или E5, или слон F4, и все, и мы с двумя лишними темпами классический вариант получили, видите как? Ну, я 20 лет просто его играю, популяризирую, вот, и до определенного уровня он вообще бесперебойно работает. Кто может найти все какие-то мощные тонкости? Ну, вряд ли кто-то так может заморочиться, да, вот специально готовиться к блиц-партиям со мной, например. Вот. Такая вот есть идея. Ладно, давайте к вашим вопросам все-таки. Просто это вопрос был про, это не мой был вопрос, это я, честная пионерская, это был от, сейчас скажу кого, от Эмилии Зимогулова, про мой вариант, спросить, знаете ли вы про этот вариант, про этот ход, вообще слышали ли когда-нибудь? Честно говоря, не знал. Кстати, Бурмакин один раз так сыграл, есть партия Бурмакина, ход аж 6, правда с другой идеей, он так пошел, видимо, но одна партия Бурмакина есть года 2006, 2007 или? Так. Не знаю. Вот, отлично. Так, 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 сейчас, секундочку, секундочку, ага. у меня чат слетел, у меня весь чат слетел, ох, е-мое. Так, друзья, все, кто хотят вопросы задать, быстро записывайте еще раз, потому что у меня чат слетел, после перезагрузки, и я просто их не могу зачитать сейчас эти вопросы, а вот какой у меня вопрос, вот вы сами рассказывали про, там, Дворецкого, про общение с ним, про Крамника общение с ним, про Каспарова, да, тогда вот молодого. Вы с Карповым, правда, вот не играли, но уже мне рассказывали истории карточные, ну, как вы общались, по крайней мере. Вот, кто наибольшее впечатление производит, масштаб личности, вот так спрошу, есть такие люди, которые, вот вы до сих пор под впечатлением, кто из них, или кто, через запятую, может быть, их несколько? Ну, конечно, их много, ну, Каспарова, я же говорю, я с ним, вот, виделся, можно сказать, близко, ну, конечно, я встречался на каких-то, может быть, там, дальше уже соревнованиях, когда я был просто зрителем, а он, я, допустим, ходил в колонный зал дома союзов, когда он играл знаменитый матч с Карпом, который был, так и остался не окончен, мне просто нравилось смотреть за партиями, я старался угадать следующий ход того или другого противника, мне тогда было как раз 17 лет, и я очень активно занимался шахматами, вот тогда как раз был переломный год, после окончания школы, я даже думал, я никак не мог стать мастером, вот, мне казалось, что если я не стану мастером, то зачем дальше заниматься, не кандидат-мастера, это как бы ничего, вот, и я даже думал куда-то поступать, у меня был хороший английский, я учился в спецшколе английской до некоторого класса, и я поступал на, в московский педо-минилий на, на факультет географии на английском, но мне не повезло, я не сдал последний экзамен, и не поступил, и у меня образовался целый год свободный, и вот за этот год я впервые, в школе все-таки я учился неплохо, у меня было две четверки, только остальные пятерки, и за этот год я серьезно, ну, как бы я стал играть в турнирах, тогдашним моим личным тренером стал, ныне, к сожалению, покойный Феликс Бритис, известный московский мастер, вот, он занимался со мной, и с Максимом Сорокином, устраивал там сборы, ну, ну, и также я был слушателем школы Смыслова, вот, занимался с Дворецким иногда, но услуги Дворецкого были очень дороги, поэтому, как бы, доводилось не так часто заниматься с Марком Израевичем, как хотелось бы, вот, ну, и вот за этот год я выиграл множество турниров, в том числе, один из турниров в Центральном шахтном клубе, где я выполнил мастерский норматив, ну, и через год уже вопрос, куда поступать не стоял, я поступил, вот, в институт физкультуры, потому что, хотел связать, вот, свою жизнь, с профессиональной игрой в шахматы, вот, ну, и когда, как раз тогда наступила перестройка, через два года, в общем, первые два года я учился, как бы, более-менее, как обычный студент, а потом начались выезды на турниры, вот, свой первый, первый же выезд, на турнир в Болгарии, в Приморск, я неожиданно для всех выиграл, хотя у меня тогда был рейтинг 2,340, я считаю, большая заслуга принадлежит известному великому, можно сказать, тренеру Шерешевскому, Михаилу Израилевичу, который, с которым я жил там, в одном номере, и он просто жестко поставил мне режим, выводил меня там на море, и мне было 20 лет, я был молодой пацан, но этого оказалось достаточно, чтобы я там обыграл сильных игроков, типа Яковича, Гольдина, там, и других, которые, ну, Гольдин тогда уже за 500 имел, он был гроссмейстером, например, а у меня был рейтинг 2,340, но я занял первое место в турнире, это был опыт в Приморском. Игорь Борисович, вот, Михаил Глазов спрашивает, как раз о том, о чем мы с вами говорили вчера глубокой ночью, про концентрацию за доской, особенно в возрасте, да, ну, не будем, так сказать, скрывать, что нам за 50, и поэтому, ну, конечно, вот как не терять концентрацию за доской, что можете посоветовать взрослым людям? Ну, нужно стараться быстрее играть, и выходить на улицу, проветривать голову, также помогает поход в ванную комнату, просто можно периодически смывать лицо. А спорт? Ну, безусловно, поддержание спортивной формы, конечно, нужно стараться много двигаться, ходить, бегать, если кто еще может бегать. Алкоголь, сигареты? Ну, я никогда не курил, только на Кубе, когда я играл там два турнира, на Кубе попробовал кубинские сигары, ну, вот сигары мне понравились, ну, как бы, я независим, поскольку у меня, как бы, отец в прошлом борец, поэтому никогда в нашей семье никто не курил. Ну, алкоголь, как бы, в разумных пределах могу, с друзьями, но никогда не злоупотреблял. Это важно. А вот, Сергей Сергеев вопрос задает, про который тоже, ну, мы там много о чем уже говорили за последние дни. Ну, вот, например, вы не играете в интернете, а почему? Расскажите зрителям. Ну, я не играю в интернете, поскольку, еще раз повторюсь, учеников у меня достаточно, я занимаюсь другими делами, в интернете, просто, очень много читеров, и я не считаю, ну, если просто идет дружеская игра, конечно, тогда нет смысла подключать компьютер, но если хоть какие-то призовые на кону, то найдется тот или другой игрок, у которого возникнет соблазн подключить машину, и у тебя не будет шансов, потому что любой телефон сейчас легко обыграет чемпиона мира Магнуса Карса. Последний матч, который, я помню, ну, предпоследний, это, где Крамник, как раз вот я уже наблюдал за ним активно, он играл с компьютером в Бонне в 2012-м году, и он последний из чемпионов мира, который удержал равенство с компьютером. Буквально через год или через полгода был матч Микки Адамса с компьютером, и Адамс набрал пол очка из шести, и людям стало все ясно, что, ну, если Микки Адамс, как бы, великий английский шахматист, первая доска сборной Англии на протяжении многих лет, игрок уровня 750, набирает в шести партии пол очка, дальше с компьютером играть не стоит, но это так же, как люди же соревнуются между собой, нет же, машина все равно ездит быстрее, чем человек, поэтому без компьютеров игра в шахматы все еще интересно, но к сожалению, компьютер может рано или поздно рассчитать, так же, как вот шашки, у меня есть хороший приятель, оперный певец из франкфуртской оперы, который является по совместительству мастером спорта по русским шашкам, он мне сказал, что игра значит, русские шашки практически закрыты, компьютер рассчитал все до ничьей. Да, да, я слышал про это, да, русские шашки, да, это так и есть. Хорошо, группа вопросов, я их объединил в сумме в один, как найти какую мотивацию людям, взрослым, за 30 или старше, в целом заниматься шахматами, для чего бы это может быть, чего можно добиться, надо ли добиваться чего-то, вот, ну, как-то так. Ну, если люди нашего поколения помнят, мы же изучали там еще марсизм, ленинизм, дедушка Ленин, что учил великий Ленин? Гимнастика ума, шахматы, это гимнастика ума. Это же Рохлин придумал, а не Ленин, говорят теперь уже. Это же Рохлин приписал Ленину. Возможно, но так было нужно, чтобы шахматы продвигать в народные массы. Вот, ну, нет, ну, ну, конечно, трудно после тяжелого рабочего дня найти минутку, ну, шахматы интересные, и если вы, как бы, ходите в клуб, может быть, раз в неделю, вы хотите стать немножко сильнее, обыграть вот партнера, с которым вы играете, конечно, стоит приглядеться к творчеству там, чемпиона мира, следить за их партиями, либо заниматься с какими-то известными людьми, которые помогут вам тоже совершенствоваться. Да, а вот такой вопрос опять на шахматной доске, сейчас я его поставлю, значит, так, D4, D5, конь C3, вариант Бронштейна, Немцович, как хотите, это называйте, с конь бьетов 6GF. Вкратце-то вы сказали, но, вот, скажем, я его много лет применял, Бронштейн блестящий, играл много партий, два десятка выиграл, что-нибудь, хотя бы, несколько слов о вашем отношении к этому варианту, может быть, какие-то общие соображения, люди спрашивают, причем, мои ученики интересуются, вот, что думаете? Ну, думаю, что вариант полукорректный, по разным причинам, в белых есть целый ряд сильных ходов, ну, единственное, ну, есть план коньев 3G3, но можно вот и так пойти, после этого хода непонятно, какой ход вообще делать. H5, H5 я играю вот так, H5? Да, и все, и куда конь теперь идет. Ну, так, я играю вслед за Бронштейном, он так играл уже, давно-давно еще. Ну, там, я не знаю, я теории тут не знаю, ну, допустим, так. Не, ну, Бронштейн, он теории особо не знал, сила была его не в теории, а, как бы, в практической, в быстроте игры, вот, чем меньше времени, тем он был сильнее. Да, да, это так. Я к тому веду, что здесь есть же, да, интересная игра, или, скажем так, она интересная, но, все-таки, она серьезно уступает, да, классическому варианту? Нет, ну, здесь у черных серьезно хуже, просто непонятно, что дальше делать, как вы фигуры будете развивать, там, на слон f5 последует, или конь g3, слон d3, или, может быть, конь f4, то есть, у вас серьезные проблемы здесь, и с развитием, и у белок очень простой план, сейчас, конь куда-то прыгнет, слон там, на d3, на c4, ферзь уйдет, три нуля. Это получилась ухудшенная редакция классического варианта карака. Вот, если они делают длинную рокировку, но, часто люди делают рокировку в короткую сторону, именно g300, он g2, и там черный в длинную сторону рокирует, и пошла, кто кого. Не, ну, если рассчитывать на ошибки противника, то можно играть по-всякому, ну, как бы, я же f никогда не пробовал играть, вот, ef, я же говорю, но сейчас это очень популярная линия, которую играют очень многие, не только карсен, там, такой, швед, который тоже входит в команду карсен, нильс, гранделиус играет, ef, ef очень много кто играет за черных, и с успехом, да, то есть, вот, ef имеет больше шансов, как бы, на существование, вот, но там надо, конечно, знать, ну, и мне не нравится, чисто визуально, все-таки, если белые коня не на f3 ставят, а на e2, то мне кажется, что белых стратегически будет лучше, после gf, ну, да, это, как бы, такая игра, пьяная игра, с идеей, где-то, фюзем на d5 выпрыгнуть, там, но если белый правильно реагирует, то она не проходит. Я с этим соглашусь, я много лет его играл, давно уже не играю, ну, потому что свой изобрел вариант с кодом h6, вы же помните, вот, а поэтому мне зачем ходить, идти в эти варианты, тем более, действительно, здесь, я тоже знаю, что риски большие. Хорошо, так, теперь, теперь, такая история, я сейчас просто объявление сделаю в чате, потому что вопросы есть, например, сколько стоит ваше занятие, но я считаю, что, значит, друзья, давайте так, в чате есть бегущая строка, есть в описании под этим видео, и электронная почта отдельно, Игоря Борисовича Хенкина, и ссылка на его сайт, где он двуязычный, и там на русском языке, есть один из языков русский, и вы можете написать, и должны это сделать, это самое первое действие, которое должен сделать тот, кто заинтересован в обучении, напишите письмо, вы хотя бы, если вы даже письмо не можете написать, например, то значит, вам не так уж и нужно обучение, вот я бы так сказал, наверное, надо хоть что-то сделать, какое-то действие. Так, ну, я могу в двух словах объяснить, значит, я, как бы, провожу занятия, обычно они длятся два часа, некоторые и по часу, значит, за час занятия беру 60 евро, вот, также, некоторое время назад, пять лет назад, я организовал свою шахматную школу, но, шахматную школу, именно, как бы, для работы на выезде, то есть, по-немецки, это называется шахурвал, то есть, шахматный отпуск. Дело в том, что в Германии много, очень много есть любителей, которые любят на отдыхе, не просто, как бы, загорать и купаться, а и немножко размять мозги. И вот, для таких людей я организовал поездки на Майорку, который, ну, сейчас, по известным всем причинам, в этом году, все две поездки были отменены, но третья моя школа, все-таки, прошла, третью школу, я провожу всегда в Чехии, начал я с Праги, но последние два года мне очень понравилось место, которое называется Марианские Лазни. Это, многие слышали о Карловах Варах, вот, Марианские Лазни, это второй, наверное, по значимости курорт Чехии, где тоже минеральная вода, минеральные источники, где лечат разные болезни, там красивая, классическая архитектура, в стиле неоклассицизма, город не был разрушен в период, первый и второй войн, то есть, как вот он стоял на рубеже веков, так он стоит, там величественные здания, прекрасные парки, лес, там были известные короли, великий Франц-Йозеф, последний император, англо, извините, последний император Австро-Венгерской империи, и английский король Эдуард V, они там встретились в 1913 году, вот, вот там я провожу летом обычно, и вот в следующем году, в начале зимы, я просто жду, когда, вот сейчас Чехия, к сожалению, к моему большому сожалению, неделю назад, вошла в красную зону для Германии, и поэтому я сейчас не стал ставить новые поездки, жду, когда прояснится ситуация с коронавирусом, потому что, то есть, ну, в основном эти поездки для, были, то есть, я организовал для граждан Евросоюза, но вот сейчас, если просто человек едет из Германии в Чехию, он обратно должен сдавать тест на коронавирус, либо садиться на самоизоляцию, что мало кому захочется, поэтому мы все ждем, как эта ситуация улучшится, вот, но я собираюсь зимой, там прекрасно, там есть горнолыжный курорт, там есть горнолыжная база, там интересные замки для посещения средневековые, вот, и в январе там отличная погода, мягкая такая русская зима, минус пять, минус десять, лежит снег, вот, мне там очень нравится, так что милости просим, если... Да, 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 я думаю, те, кто заинтересованы, они, безусловно, найдут сайт, зайдут, везде все напишут, спишут, это все правильно, ну, а бездали всякие, которые не хотят учиться, я вещи своими именами называю, так на них не надо ориентироваться и перед ними раскланиваться. Игорь Борисович, вот какой вопрос, общий, наверное, суммарный вопрос про книги шахматные, ну, может быть, есть какая-то книга, которую до дыр залистали, или, может быть, те книги, которые вы бы порекомендовали, вот, тем, кто не может тренера пригласить, а самостоятельно хочет учиться, все-таки, две, три, топ-3, может быть, ваших книг, что-то вот в таком ключе? Ну, я работаю по следующим книгам, которые, мне кажется, подойдут для игроков любой категории, для тренировки тактического мышления, я считаю, идеальная книга великого тренера, московского, Максима Блоха, который, к сожалению, рано ушел из жизни, это один из первых тренеров, Александра Грещука, он написал книгу 1200 комбинаций, он потом и другие книги писал, но вот эта книга, она именно разделена по темам, там в содержании 16 различных тактических приемов, которые можно целенаправленно тренировать, вот, эта книга довольно старая, она 1992 года, ну, те, кто проживает на территории бывшего Советского Союза, думаю, что состояние эту книгу как-то найти, вот, Германию найти можно только в раритетной продаже, здесь она есть, это сравнительно популярная книга в России, да, так и есть, да, потом, мне очень нравится, я вот тоже преподаю по книге, известного украинского тренера, киевского, Леонида Николаева, который воспитал много, и гроссмейстеров, в том числе, Баклана, вот он написал книгу оценкой расчет, которая называется «Практикум-тренажер по тактике и стратегии для шахматистов-разрядников». То есть, я считаю, эта книга на где-то уровень 1800, 2100, 2200. Вот. У меня эта книга есть, да, прекрасная книга, подтверждаю. Расскажите про нее, если хотите. Да, книга, я считаю, прекрасно написана, то есть, там сначала объясняются тактические принципы игры, потом позиционные, после этого автор приводит какую-то партию, развивая какую-то тему, например, тема номер один, преимущество в пространстве, и после этого он дает всегда четыре задания. Из них два задания позиционного плана, одно задание на расчет вариантов, и четвертое, очень важно, постоянно решать этюды, потому что решение этюдов, оно тренирует не только глубину расчетов, но и развивает фантазию. Вы научитесь искать скрытые идеи, которые часто укрыты от как бы первого шахматного взгляда. Вот. Решение этюдов именно тренирует это качество. То есть, эту книгу могу порекомендовать. Также я активно занимаюсь, ну, это может быть на более высокий уровень, книжка Зенона Франка, тесты по стратегии тактики. Да, отличная книга тоже. Да, до 2012 года, вот, и там просто целый ряд партий известных шахматистов, и, ну, одному трудно по ней работать, но можно как бы с другом, с приятелем, там нужно закрывать следующий ход, потому что после каждого хода дается задание. То есть, вы можете эти партии как бы проигрывать сами, и смотреть, сколько вы очков сможете набрать, и в зависимости от этого определить свой уровень игры. То есть, вот эта книга тоже неплохая. Ну, по Эншпилю, безусловно, учебник Эншпиля Дворецкого, но это более сложная книга, как бы, как Библия, можно сказать, шахматная, ну, как бы, может быть, для начинающих, или, как бы, для шахматистов, разрядников, ну, по крайней мере, начальные главы там можно смотреть, вот, ну, либо книги Авербаха, где Авербах довольно популярно все объясняет про Эншпиль, вот, но Эншпиль более сложная стадия партии, которой, конечно, заниматься сложнее, чем другими. Это правда? Да, но вот эти три стадии, то есть, вот эти три книги, которые я вам сказал, они помогут вам. Я подписываюсь под всеми тремя книгами, они тоже у меня на рабочем столе. Игорь Борисович, время пролетело незаметно, 9 часов, у меня скоро новый эфир, несколько заключительных слов, что хотите, пара минут, расскажите, что-то еще, ну, что угодно, уже надо попрощаться со зрителями, и вот, ну, любые завершающие слова какие-то, все вам. Друзья, ну, мне было приятно сегодня с вами пообщаться, это мой первый опыт, поэтому, если где-то допускал ошибки, прошу меня простить, все мы не безгрешны, но я старался, я честно показывал вам информацию, которую знаю, ничего не скрывал, можете смело применять то, что я рекомендовал, вот, ну, я, как бы, желаю всем быть здоровыми в наше непростое время, также, любить шахматы, больше ими заниматься, вот, ну, и, почаще приходить на подобные роды эфиры. Да, спасибо большое. Игорь Борисович, очень было классно, если вдруг, вы, как-то вдруг, захотите прийти еще раз, когда-то, я прям заранее, сразу говорю, я согласный, и вас всегда приглашаю, уже заранее, на любой такой эфир, как только напишите мне, сообщите, скажите, и все. Всегда организуем, очень было познавательно, ну, конечно, надо в информационном потоке, вот, находиться, YouTube дает большие просмотры, дает возможности для людей узнать и что-то для себя шахматное, и человека узнать, и шахматиста, и как он объясняет, какой он тренер, так что, я думаю, лично, что вы должны определенно понравиться публике, особенно той, кто хочет учиться чему-то, безусловно, а не каких-то там жареных фактов собирает, да. Ну, я могу добавить, что вот сейчас, опять же, из-за пандемии, в основном, как бы, у меня занятия индивидуально один на один, ну, раньше я проводил лекции на немецком языке для Висбаденского шахматного клуба, приходило много людей, всегда от 20 до 30 человек, хотя, конечно, по-русски мне проще разговаривать, чем по-немецки, но даже вот немецкий у меня, конечно, далеко не родной, но приходили люди, слушали, это им нравилось, вот, лекции раз в месяц проходили раньше, бывало, раз в два месяца, то есть, как бы, у меня есть опыт работы и с группами, но в основном лично, сейчас, как бы, ну, в свете пандемии, осваиваю также групповые занятия через скайп, тоже у меня есть уже заявки, ну, в основном, от немецких клубов, поскольку, я нахожусь на территории Германии, и мой сайт, он сначала попадает, как бы, в поле зрения немецкого гугла, вот, и меня находят, в общем, немецкие всякие любители шахмат и шахматные кистики. Ну, сейчас вас и русскоговорящие тоже вспомнят, узнают, особенно, вот именно благодаря защите каракан, тут у меня же, я же популяризатор невероятный, я сейчас книгу пишу про защиту каракан, кстати говоря, я сравнительно популярный автор книг в России, правда, вот, ну да ладно, Игорь Борисович, все, должен откланиваться, спасибо большое, что пришли, очень был рад вас повидать, и сейчас тем, кто на стратегию лайф, давайте туда переходите, до свидания всем, будьте счастливы каждый день. Я тоже с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.